Светлана показывает свои мерки. Талия 42, бедра 52 и высота сидения фактическая 29, а расчетная 26. 26 все правильно сделано. Длина до пола 99, обхват ноги в верхней части 62. Сзади все натянуто. Ткань, хлопок с эластаном. И фото ниже. Вот давайте посмотрим на фото ниже. Значит, Светлана тем не менее не пишет. Брала она прибавки по бедрам или прибавки у нее нулевые. Вот посмотрите. Начнем с того, что у нее нулевые прибавки, да? А ткань у нее хлопок с эластаном. Дело в том, что когда мы говорили о брюках, у которых не будет заломов, мы с вами начинали с чего? Мы начинали с ткани, с ее свойств. Что ткань должна быть тяжелая и она должна быть биэластичная. Причем тяжелая в первую очередь, а биэластичная во вторую. Если ткань у вас легкая, заломы не уйдут никогда. Даже если она очень тянется во все стороны. Потому что она легкая, потому что это хлопок. А почему появились заломы? Вы спрашиваете у меня. Потому они и появились, что вы сшили эти брючки, захотели их шить не из правильной ткани для брюк. В такой ткани при нулевых прибавках заломы будут всегда. Потому что эта ткань не в состоянии скопировать контуры нашего тела, которые не прямая досочка, ровная и гладкая. Они где-то выпуклы, где-то ямка, где-то снова выпуклость. И, конечно, вот эта хлопковая легкая ткань, она всегда будет в эти ямки забегаться, натягиваться на выпуклых частях и там создавать заломы. Если вы грузики подвесите к своим брючкам внизу, оттянете, кто-то вам внизу подержит, вы посмотрите, как хорошо они на вас сидят. Но в легкой ткани вот этот эффект будет всегда. Еще один момент. Используя нулевые прибавки, вы сделали карманы косые. Я тоже об этом где-то говорила. Если косые карманы и нулевая прибавка, то мешковина всегда будет у вас вылезать. Нулевая прибавка натягивает наши брючки в области бедер. А косые карманы наоборот. То есть нет фиксации, нет ребер жесткости, так сказать. Мешковина будет вылезать и из нулевой прибавки у вас будет получаться плюсовая прибавка. И брюки будут деформироваться. То есть в таком случае, если вам уж очень нужны карманы, хотя мы предпочитаем делать без карманов, нужно их сделать в горизонтальном направлении. В горизонтальном это вот так нужно делать кармашки. Тогда у вас за счет натяжения вот этой вот деформации, вот этой части не будет. Вот это что я вижу здесь. Что я вижу еще здесь? Посмотрите, у вас обхват бедра, проверочная мерка, вот это, 62 сантиметра. Я не вижу здесь абсолютно никакой прибавки в брюченках. Я тоже вам всегда повторяю. Брючки нужно делать узкие до ягодиц, если вы хотите, чтобы они были без заломов, и широкие ниже ягодиц. То есть если у вас 62 была мерка обхвата бедра проверочная, ваша брючка, брюченка должна была быть в этом месте самая маленькая, 63, лучше 64 и 65 сантиметров для ваших ног. Тогда бы заломов не было. Понятно? Всем, пожалуйста, делайте, следите за этими вещами. Досматривайте, дослушивайте меня. В книге не всегда указаны вот такие вот подробности и мелочи, о которых я вам сейчас рассказываю. Потому что книга писалась много лет назад. Тогда еще были другие вещи, другие какие-то ткани, другая технологическая обработка. Сейчас многое поменялось, поэтому вам важнее сейчас покупать видеокурсы и следить за нашими эфирами, где я про эти мелочи и подробности, которые влияют на качество, уже рассказываю. Значит, вот что я вижу здесь. Посмотрите. Опять же, эффект легкой ткани. Опять же, вот посмотрите, мешковинка уже вылезает, и вот здесь брюки вытягиваются. Так, видите, вот оно пошло направление какое, вот это все. Здесь потому что нет ребра жесткости. Если бы здесь не было кармашка, вот эта часть, она легла бы более гладкой, возможно, вот этих заломок, таких ярких бы не было. Теперь обратимся сюда. Что я вижу здесь? Здесь я вижу, что совершенно нет оттяжки по задней половинке вот этих вот ягодиц. Нет оттяжки. То есть нужно перед тем, как брюки начинать сметывать, нужно обязательно было выполнить оттяжку шва сидения задней половинки брюк. И сам шовчик не врезался бы в нашу, извините, попу. Да, и вот это место было бы лучше. Это первое. Второе. Вот давайте посмотрим. Вот представьте себе, что если вы взяли за боковой шов вот в этом месте и потянули его немножко вниз, и вот эти косые заломчики, у вас вот эти косые заломчики, они сразу же уйдут. То есть брючки, когда вы их одеваете, надо сначала расправить, поправить, установить на примерке. Ну и вот эта часть, она сутюживается, оставший вот этот залом уйдет. Здесь делаете оттяжку, часть заломов этих уйдет, и останется небольшой залом, который, естественно, получается, когда прямая ткань огибает выпуклость, потом она попадает в угнутость. То есть обязательно она останется. И вот этот вот остаток, он хорошо заправляется и сутюживается в технологии обработки брюк на этапе пошива брюк уже, когда мы сточали, обметали, поутюжили. Вот с этой частью, с оставшейся заломок по этой части, мы сутюживаем область подъягодичных складочек, мы работаем гораздо позже. То есть на примерке какую-то часть мы видеть здесь должны, но не то, что мы видим сейчас. Так вот вопрос сутюживания этого, он тоже относится к свойствам ткани. Эту ткань не сутюжить настолько, насколько бы нам хотелось, чтобы убрать этот залом. Поэтому посмотрите вокруг, оглянитесь. Когда мы летом ходим в брючках из такой ткани, вы ни одних брюк не увидите ровненьких, гладких и без заломов. Под ягодичками, в зоне паха, под коленками и так далее. Так почему же вы думаете, что произойдет чудо? Вы возьмете точно такую же неподходящую для брюк ткань, и у вас брючки получатся без заломов, мои дорогие. Мне очень грустно. Очень хорошо, что у нас есть такой пример. Я еще раз, еще раз вам повторяю. Пожалуйста, хотите брюки без заломов, выбирайте тяжелые ткани. Выбирайте ткани, которые можно сутюжить, потому что брюк 35%, 33% у хорошей посадки для отсутствия заломов. Очень имеет значение это наше ВТО. То есть влажно-тепловая обработка. Хлопковая ткань со стретчем никогда не поддастся никакой ВТО. Так, смотрим дальше. Ну вот, вот та же самая картинка. Мы видим, что опять же надо брючки немножко по бокам оттянуть вниз, надо оттянуть средний шов сидения задней половинки, и надо добавить вот эту самую утюжку, которой здесь нет. Ну а в целом, вот так вот посмотрим мы на эти брючки. Смотрите, какой ровненький шовчик, достаточно хорошая ширина, но чуть я бы сделала их пошире, потому что все равно задевает здесь за одну мышцу вверху, здесь за другую мышцу вверху. Вот тут немножко ломает. На сантиметрик бы я выпустила здесь, вот здесь выпустила бы на сантиметрик. И вот опять представьте, если потянуть эти брючки вниз, как грузики к ним привесить, вот эти косые заломчики, какие тут есть, они бы все моментально расправились, и у вас был бы шикарный внешний вид. Так, а если хочется все-таки из хлопковой ткани, значит, нужно брать прибавку побольше изначально. Да, девочки, если хочется из хлопковой ткани, у вас как минимум прибавка по бедрам должна быть 2 сантиметра. Прибавку по талии 2, ну зачем, чтобы они вам спадали, 0 оставьте. И как работать с прибавками? Мой совет вам такой. Вы изначально выбирайте себе прибавки, такие, какие вам нужно. Допустим, вот как Лена задала вопрос, да, сделайте прибавку по талии 0, сделайте прибавку по бедрам 2, а то и 3 сантиметра. Я бы так сделала. 3 даже взяла бы вот из такой ткани, если бы шила брючки по бедрам так. И записывайте в изначальные данные СТ с нулевой прибавкой, а СБ сразу с прибавочкой вот с этой вот 3 сантиметра, 3 или 2 сантиметра. Брюки, допустим, у вас реальная мерочка 50, вы записываете 52, например. И забываете о своих прибавках. И все расчеты выполняйте, пожалуйста, уже отталкиваясь от тех цифр, которые записаны у вас изначально на входе. И вам не нужно будет морочить себе голову, как говорится, и задумываться, какую прибавку учитывать, какую не учитывать. Потому что 1 десятая – это всего лишь 2-3 миллиметра. И на ткани это, и на фигуре это вообще ни о чем. Еще от карманов много зависит. Чем ниже карман, тем больше морщин в паху. Ну, потому что косой карман, он разрушает нулевую прибавку. Прибавка появляется не нулевая, она превращается в плюсовую. Она превращается в плюсовую, конечно, идет деформация всей формы. Да, лучше делать без карманов, совершенно верно, или карманы делать в горизонтальном плане. Продолжение следует...